Девушки отдыхают Которую написал Игорь Иртеньев О стереотипах Женщины носят чулки и колготки И равнодушны к вопросам культуры 20% из них идиотки 30% набитые дуры 40% из них психопатки В сумме нам это дает 90% 10% имеем в остатке Да из этих-то выбрать непросто Это стереотип? Какие женщины? Стереотип как мужчины думают о женщинах То есть все они такие Ответ Игорю Терентьеву от Тамары Парфенровой Читаю Носят мужчины усы и бородки И обсуждают проблемы любые 20% из них голубые 40% любители водки 30% из них импотенты У 10 с головой не в порядке В сумме нам это дает 100% И ничего не имеем в остатке Вот это образец предубеждения И вот представьте себе Что вот эта Тамара Парфенова Или Игорь Иртенев Работают некими иными Как консультантами По вопросу семьи И вот к этому Игорю приходит Женщина Или к этой Тамаре Пришел мужчина Или пусть даже та же самая Женщина пришла к Тамаре Мужчина к Игорю Скажите Ходя из своих предубеждений Они замотивированы на помощь Человеку в построении отношений С противоположным полом На помощь Реже это описали Или не в юмор Игорь Терентьев написал Ну это сатирический журнал Сатирическая нота Восприятие Но понимаете В любом случае В любой сатире Человек высказывает Своё отношение к жизни Или взгляд общества Понимаете Скажи что этот взгляд общества Надо показать Ну ладно Мы говорим типа такие Да Ну вот представим себе Да Вот как бы он не написал Понимаете Вот мне в жизни Такого не пришло бы мне в голову написать Ну как бы это не Не моё виденье мужчин Да Вот но если женщина это написала Значит где-то как То у неё это виденье мужчин есть Оно есть Понимаете Просто так Будем так говорить Уста говорят от избытка сердца Говорит на написании Может она пришла до того Что понимает общество Она могла написать такое Сама она и близко с ней не согласна Ну такого не бывает Ну ладно Это она написала Ну это она написала Не общество Понимаете Это не общество А давайте мы сейчас посмотрим на себя Разбейте листочек на три таких колонки И напишите в первой Мужчины Во второй Женщины А в третьей И третья колонка будет Нейтральная Мужчины Да То есть первая колонка Мужчины Вторая колонка Женщины А третья колонка Ну поставьте нейтральная И мы сейчас будем вам называть Качество А вы пишите кому эти качества присущи Мужчине Женщины Или это нейтральные качества То есть в принципе оно может быть у тех У других Итак Первое Агрессивность Прям ставить цифру один Куда вы ее ставите Второе Активность Третье Амбициозность Четвертое Аналитичность Тут 118 качеств Поэтому специально Тут на скорость идет Мы быстро говорим Вы быстро ставите Не думая Пятое Атлетичность Шестое Беззаботность Седьмое Беспечность Восьмое Бодрость Девятое Быстрота В принятии решений Десятое Великодушие Одиннадцатая Вера в себя Двенадцатая Верность Тринадцатая Восприимчивость Четырнадцатая Вспыльчивость Пятнадцатая Высокая мораль Шестнадцатая Готовность к действию Семнадцать Демократичность Восемнадцатая Дисциплинированность Девятнадцатая Доброта Доверчивость Это двадцатое Двадцать первое Дух соревнования Двадцать второе Ехидство Так интересно Двадцать третье Двадцать третье Жадность Двадцать четвертое Жеманность Жеманность Ау А двадцать пятая Женственность Двадцать шестое Живость Двадцать седьмое Жизнерадостность Двадцать восьмое Забота о людях Двадцать девятое Задумчивость Тридцатое Застенчивость 31. Зрелость Мышление 32. Импульсивность 33. Индивидуализм 34. Инфантильность Впадание в детство, да? 35. Искренность 36. Искушенность 37. Консервативность Культура поведения 38. 39. Лень Любовь к детям Это 40. Любовь к модной одежде 41. Мужественность 42. Мягкость 43. Надежность 44. Наличие собственной позиции Это 45. Напористость 46. Напряженность 47. Нежность 48. Независимость 49. Нелюбовь к ругательствам Это 50. Необычность 51. Неорганизованность 52. Непостоянство 53. Совершенная Непрактичность 54. Непредсказуемость 55. Общительность 56. Оживленность 57. Оптимизм 58. Опытность 59. Основательность 60. Открытость 61. Ума 61. Очаровательность 60. 62. А, 62. Паткость Налезть 63. Привлекательность 64. Привязанность 65. Прямота 66. Пунктуальность 67. Развитая интуиция 68. Развитые воображения 69. Расслабленность 70. Ревность 71. Резкость 72. Самоуверенность 73. Светкость Светскость Участие в светских тусовках Любовь к светским тусовкам 74. Серьезность 75. Сила 76. Сильность Учительная уверенная в себе личность 77. Склонность За собой вести 78. Склонность К доминированию 79. Что это все про мужчин Сложность натуры 85. Сострадание 86. Способность К лидерству 87. Способность Защищать свои взгляды 88. Способность Утешать 89. Тактичность 90. Теплота 91. Терпеливость 92. Терпимость 93. Манера Тихо Тихо Говорить 94. Трудолюбие 95. Уважительность 96. Ум 97. Умение полагаться только на свои силы 98. Умение понимать других 99. Умение пошутить 100. Умение работать 101. Умение развлечь других 102. Умение сочувствовать 103. Умение убеждать 104. Умение уступать 105. Умеренность 106. Упорство 107. Упрямство 108. Хитрость 109. Честность 110. Чистота 111. Чувство ответственности 112. Чувство юмора 113. Широта взглядов 114. Эгоистичность 115. Экстравагантность 116. Энергичность 117. И яркость 118. Написали. Ну а теперь внимание, ответы такие. Значит, посмотрите, мы сейчас будем читать то, что характерно для мужчин. Те цифры, которые характерны для мужчин. В колонке для мужчин поставили эти цифры, просто зачеркивайте их. Хорошо? То есть, вот сейчас называем мужские качества, да? Если они совпали, те цифры, которые мы называем, вы их зачеркиваете. А потом просто посчитаем, сколько вы зачеркнули. Итак, для мужчин характерно 1, 3, 4, 5, 9, 11, 21, 33, 42, 45, 46, 49, 76, 77, 78, 79, 83, 87, 88, 98. Итак, теперь смотрим женские. Для женских, так сказать, для женской половины По мнению большинства, женщины характерны следующие черты. Тоже зачеркивайте те, которые совпали у вас. 12, 20, 25, 27, 28, 30, 34, 40, 43, 48, 50, 63, 65, 86, 89, 91, 94, 99, 103, 105. Ну а теперь тест. Остальные нейтральные. Теперь ключ к этому тесту. Ключ заключается в следующем. Во-первых, если у вас совпали, ну практически все перечисленные нами цифры, ну или будем так говорить, хотя бы 15 из них, посчитайте, 10-15, вы подвержены стереотипам. У вас конкретное предубеждение к мужчинам и к женщинам. Если есть предубежденность, хотя бы по одному параграфу или по одному пункту в вашей жизни есть и другая предубежденность. Мы сейчас все предубежденности разберем. То есть это ваш, будем так говорить, звоночек ваш опасный, что вы подвержены стигмам. То есть как бы это, ну так. Если вы туда занесли нейтральные какие-то вещи, то есть те, которые не вошли ни в мужскую, ни в женскую, это уже клиника. Это надо каяться, освобождаться конкретно. То есть если даже нейтральные вещи вы вписываете в какой-то определенный пол, то есть у вас идет вообще предубежденность в квадрате. Если вы где-то перемешали женские и мужские качества, ну то, что... То есть отнесли к нейтральным. Или перемешали мужские, женские, женские, мужские. Это значит, плюс вам, это значит у вас, ну будем так говорить, более мягкое отношение вот по поводу мужских и женских качеств. Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Вот давайте посмотрите, мы сейчас с вами разработали, это такой показательный тест, подвержили ли вы предубеждениям. Ну смотрите, предубеждения могут быть вот эти половые, то есть мужчины предубеждением к женщинам, женщины предубеждением к мужчинам. Какие еще есть предубеждения? Какие еще могут быть предубеждения? Если человек вспыльчивый, значит он не духовный. Есть такое предубеждение? А если человек спокойный и преспокойный, значит это прям супер духовный человек. А если не амбиции никаких, то значит все нормально. Значит смиренные. Расовые предубеждения. Расовые предубеждения. Все блондинки какие? Ну это не расовые. Ну по цвету. А расовые предубеждения действительно они есть. Да. Вот. Какие еще есть предубеждения? Религиозные есть предубеждения? Да. Если человек верующий, это обязательно духовный и честный. А если этому сульманит, то он обязательно многоточий, да? Честно. А если человек верующий, то скучный и неинтересный. Или если предубежден, или наоборот. Если человек верующий, значит скучный и неинтересный и вообще ханжа. Это предубеждение. Ну и там в среде конфессии. Финансовые предубеждения бывают. Если человек богатый, там олигарх, то он какой? Ворует. Ворует. А ты не олигархов такой. Если ты бедный, в 50 лет у тебя нет ни дома своего, нет. Слушай, ну ты вообще ноль. Ты бездарность, ты не работаешь. Не белого меряга, не черного гумера. Видите, предубеждения идут с двух сторон. Еще какие могут быть предубеждения? Поддержи, одежда очень важная. Да. Встречают поддержи. То есть вы видите вообще, в каком мире мы живем? Одни предубеждения, одни стереотипы. Они же не просто так возникли. Конечно. А если это человеческий фактор. Нет, так просто вопрос, ну как, это может быть и действительно так, а может быть и не так. Конечно. Это не всегда так. Конечно. Ну вот то же самое, что вот мы сейчас с вами говорили. Вроде бы вот действительно, вот есть мужские качества, есть женские. А по большому счету мы с вами все понимаем, что эти все качества, они все по большому счету могут быть присущи тем другим. Конечно. Да. Понимаете? И то, что мы как бы вот так вот для себя определили, мы на своем собственном опыте поставили конкретный диагноз. Но это наш опыт. Наш опыт не может быть в этом предубеждении. Должен быть таковым, особенно если мы консультанты. Ну, может быть еще предубеждение по месту жительства. Москвичи все снобы. Все такие. А из Средней Азии? Что? Вот точно. То есть ничего нового нет. А если он человек из Средней Азии, ну там вообще, какой там вообще статус. Понимаете? То есть вот эти вещи, они действительно, они есть в жизни. Предубеждение по поводу распределения домашних обязанностей. Кто должен быть посудой и полы в доме? Конечно, жена. Однозначно. Однозначно. Тут вообще без комментариев и без вопросов. И вообще, по этим вот ерунде, кому воспитывать детей, да? Да, такие вот вопросы, как воспитание детей, как правильно потратить все деньги финансовые в семье, да? Там, в какую школу вести ребенка, там, где отпуск провести. Это вообще женские вопросы, да? Это мелочь. Это мелочь. А вот каким будет следующий президент на Украине? Лететь или не лететь на Марс? Запускать туда спутник или не запускать? Вот это мужские, правда? Глобальные. Был ли большой взрыв в теории, правильный или неправильный? Это глобальные такие. Это мужские вопросы. А такую мелочь, как вот там финансы, дети, это все женские. Это все предубеждение. И мы просто с вами должны понимать, что когда к нам приходит человек, нам каждому нужно понимать, я нахожусь в системе предубеждений, понимаете? Мы все с вами там. И вот важно, чтобы, во-первых, мы сами с этим как-то боролись, освобождались понемножку от этих стереотипов, потому что это все то, что мы на своем жизненном опыте наработали. Это совсем не есть истина. Истина в Писании, а Бог у нас нелицеприятен. Он нелицеприятен, понимаете? И он призывает нас к тому, чтобы мы тоже не были лицеприятными. Потому что иначе, смотрите, какая штука работает. Вообще, очень страшная вещь. Если у человека есть предубеждение, он склонен проявлять такую сатиру. Ну вот как мы прочитали. Носит мужчина усы и бородки, а носит женщина юбки-колготки. Это сатира. Сначала идет сатира. И если с этим ничего не сделать, тогда у человека появляется клевета на соответствующие. Все женщины такие, все женщины изменяют и так далее. И в остатки получают. 10% из них нечего выбрать, а тут 0% и вообще остаемся... Если с этим ничего не делать, если так человек оставляет, пойдет дискриминация. То есть что-то наблюдается. Уже ставится клеймо, стигма. Да. Сюда они все воруют. Ну, например, да, идет дискриминация. Если с этим ничего не делать, тогда пойдет открытая враждебность. Если с этим ничего не делать, тогда пойдет бесчинство, и мы выходим на уничтожение. Вот то же самое, в общем-то, понимаете, по отношению к любому предубеждению, такая штука работает. И мы сейчас с вами как раз посмотрим, как предубеждения работают в ситуации с ВИЧ-инфекцией. Та же самая идет схема. Вопрос. Та же. А у Христа было какое-то предубеждение в Евангелии? А давайте оставим вопрос открытый. Давайте подумаем на эту тему. Мы думаем, что вопрос риторический, но на эту тему надо подумать, чтобы были какие-то веские аргументы. Мы все знаем правильный ответ, но теперь нам нужно его аргументировать, правда? Конечно. Конечно. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!